Утро это очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! Это прекрасное утро мы начинаем вместе с Хрюшей, Мариной Яковлевой, а ещё с писательницей и поэтессой Надеждой Барановой. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Привет, Хрюша! Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, здравствуйте! Мы видим, что вы пришли к нам в гости не с пустыми руками, да? Да, это так. Я приготовила подарок для вас, сделала книжку-раскладушку и написала мне стихотворение. Надо же! А можно я его прочитаю? Конечно! Итак, ребята, посмотрите, какая красивая! Убежал от Оли мяч, не догнать, наверное. Только в луже понял он, ой, без хозяйки скверно. Добежал лишь до угла, погулял на воле и сказал, хочу домой, позвоните Оле. Хорошее стихотворение! А знаете, я читала и другие ваши стихи, и мне все-все-все понравились. Скажите, пожалуйста, а вы только для детей пишите, но и для взрослых тоже? Конечно, я пишу для всех. Но начала я писать стихи для взрослых. Это были серьёзные стихи для взрослых. А позже я начала писать стихи для детей. И должна сказать, что это мне так понравилось, что после этого я для взрослых стала писать очень мало. Ну, а может, писать детские стихи легче, чем взрослые? Нет, Хрюшенька, это заблуждение. Надо сказать, что писать стихи для детей – это большая ответственность. Ведь стихи – это учителя для детей, которые формируют ребёнка. И во многом от того, что ребёнок прочитал в детстве, будет зависеть то, каким он станет взрослым. Поэтому каждая строчка должна мной быть очень тщательно выверена. И, кроме того, стихи для детей обязательно должны быть весёлыми, и добрыми, и ритмичными. А что значит «ритмичными»? «Ритмичные» – это стихи, которые быстро ложатся на язык, которые хочется подхватить и быстро повторить. Они и запоминаются быстрее, чем стихи, в которых ритм нарушается. А значение ритма очень велико – ритмичность для детей. Потому что благодаря ритмичности у детей формируется речь и музыкальный слух. А стихи – это не только развлечение для детей. Благодаря им дети могут очень многому научиться. А можно прямо сейчас нас с ребятами чему-нибудь научить с помощью стихотворения? Конечно, Хрюшенька, конечно. У меня много таких стихов. Но сегодня ради нашей встречи я прочитаю очень весёлое стихотворение. Оно и поучительное, и очень весёлое. Давайте. Все в кармашек поместилось. Гвоздик, камешек и мел. Бутерброд, который Ваня, взяв из дома, не доел. Листик, ластик и машинка. Ручка, скрепка, коробок. И кармашек удивился. Как же я вместить всё смог? Он от важности надулся, да и лопнул. Вот беда. Не кладите, дети, столько в свой кармашек никогда. Ой, как здорово! Какое замечательное стихотворение. Да, забавная история. Надежда, скажите, пожалуйста, а где вы вообще берёте идеи для своих стихотворений? Вы знаете, я хочу сказать, что идею не так сложно найти, если быть повнимательнее и внимательно приглядываться к окружающему миру. И, конечно, немного пофантазировать. И надо быть просто всегда готовым. Вот если пришла идея, не надо думать, что... Ой, я запишу её потом, надо сразу записать. Бывает такое, что я даже ночью вскакиваю, записываю стихи, которые мне приходят в голову. Вот как, надо же! Да, или рано утром могу вскочить, и не успев даже позавтракать, бегу к письменному столу и быстрее записываю эти идеи. А когда действительно получается хорошо и весело, я сама смеюсь, как ребёнок. И иногда даже от смеха сваливаюсь с кресла. Бывает такое? Вот это да! Я тоже хочу посмеяться. Тогда я прочитаю тебе стихотворение «Ехал ворон на козе». Так. Тебе и Марине, ребятам, конечно. Давайте. Ехал ворон на козе, на козе без рога. Подвезти его просил к дому до порога. Кружит третий день коза, без конца дорога. У вороньего гнезда не найти порога. Крыши, стен, порога нет, ветки да солома. Не хотел бы я иметь вот такого дома. Вообще, Надежда, вот слушать вас – плашное удовольствие, честное слово. Это правда. Только уже пришло время весёлой викторины. Прекрасно. А какие же правила? О, правила простые. Надежда, подойдите к Марине и взгляните на экран. Так. Там появятся слова, из которых надо сложить рифмованные строчки. Угу. Ну, ты знаешь, Хрюша, вообще для любого поэта это непростая задача – придумать на ходу рифмовку. Тем более, что я привыкла свои стихи, прежде чем показывать другим людям, их подолгу шлифовать. Но я, конечно, попробую. Я постараюсь. Да, у вас всё получится. Конечно, получится. Итак, мох переполох. Вот что можно сочинить? Угу. Мох переполох. Ну, давай попробую объяснить тебе ход моих мыслей. Так. В первую очередь, о чём я думаю, я думаю о том, что же должен сделать мох, чтобы возник переполох. Так. И что он может сделать? Так. А что он может сделать? А, например, так. На сосну забрался мох, а в лесу переполох. Слезть храбрец один не может? Кто теперь ему поможет? Ой. Вот здорово. Вот это да. Хорошо. Смотрим дальше. Итак, у нас лягушки-завитушки. Ух ты. Может быть так. У квакушки, у лягушки над олбом ни завитушки. Ни кудрей нет, ни расчёски. Так и скачет без прически. Мне нравится. Это надо записать. Так. Так, двигаемся дальше. Следующая. Сова-голова. У меня есть готовое стихотворение с такой рифмой. Холод начал наступать. Ёж грибочки собирать. Тот червив и этот плох. Снизу грязь, а сверху мох. У одних на шляпке точки. Трещинки в других, как в бочке. Белый пожелтел слегка. У опят кривы бока. Бродит ёж весь день в лесу. Самых лучших принесу. Только лучших нет и нет. Не поймёт он, в чём секрет. С грустью ухнула сова. Ух, дурная голова. Отдых лапам не даёт. Глядь, зима уж настает. Снег покрыл ковром траву. Гриб последний и сову. А по снегу след строкой. Не найти ежу покой. Бродит он в снегу бестолка. Голод стал сильнее волка. Так, глядишь, и загрызёт. Что ж ежу так не везёт? Короче, стихотворение. Надежда, а что вы можете посоветовать нашим зрителям? И маленьким, и большим. Самое главное, что мы можем сделать для наших детей, это воспитать их настоящими оптимистами. Ведь оптимистам всё по плечу. Любые цели достижимы, любые трудности преодолимы. И какие бы сюрпризы не преподносила жизнь ребятам, всё равно жизнь для них, и взрослым тоже, жизнь для них всё равно будет играть яркими красками. Спасибо вам большое за прекрасные стихи и полезные советы. А ещё спасибо за то, что пришли к нам в гости. Приходите ещё. Спасибо, Хрюшенька. Спасибо, дети, что слушали меня. Спасибо, Марина. А вы, ребята, не переключайтесь. Впереди много интересного. Да-да, смотрите канал Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики. Удачного всем дня. Удачного дня.